Дорогие друзья, с вами Зона Лозерсона. Я сегодня вам кое-чего покажу. Вот вы знаете, мне подумалось о том, что за мою практику я встречал людей, которые там не едят лук. Я встречал людей, которые не едят арахис. Я встречал людей, которые не любят там, не знаю, креветки. Я встречал многих людей, которые чего-то не едят и чего-то не любят. Но я не встречал людей, которые не любили бы куриные крылышки в каких-то более-менее стандартных исполнениях. Я сегодня вам покажу свой рецептик, достаточно быстрый, без духовки, бездуховочные крылья, безмангальные крылья, вот в условиях кухни. Я их называю для себя крылышки в апельсиновой глазури. Главный технологический прием, который здесь используется, я привез из Соединенных Штатов. Как вы понимаете, там знают толк в изготовлении куриных крылышек. Я сейчас крылышки разделю по суставам, потому что я, признаться, не люблю крылья готовить вот так вот целиком. Кто-то так готовит, но их жрать-то неудобно, поэтому я развязаю их. Поэтому у меня получается часть крылышек, видите, это часть, которая называется плечо. Плечо напоминает куриный окорочок, оно более мясистое. И вот эта часть крылышка, в котором внутри находятся две косточки, потому что в плече одна косточка. Вот эту часть я не использую, хотя они вкусненькие, но я их часто, знаете, замораживаю, накапливаю, а потом для бульона использую. Значит, я сейчас их накапливаю накопительные. Причем, видите, друзья, не надо тут особо никакого маринования, потому что, смотрите, я люблю сделать небольшие надрезы. Например, в той части, которая является плечо, несколько продольных надрезов. Ну, допустим, для того, чтобы прорезать кожу, чтобы туда вкусы лучше заходили. А вот та часть, которую я больше люблю, две косточки где, я делаю, смотрите, наискосок два разреза с одной стороны и два разреза через кожу с другой стороны. Тогда лучше войдут вкусы. Если вы крылышки хотите мариновать, то эти разрезы, несомненно, тоже можно делать. Тогда они лучше будут впитывать в себя вкусы. Теперь я крылышки сложу в пакет. И как вы думаете, чего я сюда сейчас напихаю в этот пакет? Я туда насыплю крахмала, для того, чтобы крылышки слегка запанировать. Крахмал может быть любой. Хотите картофельный, хотите кукурузный, хотите даже рисовый. И вот теперь, друзья, без всякого маринования, я их буду жарить в глубоком жире, во фритюре. Вот не плачьте, что жир. Крылышки и так жирные. И они в себя жир практически не берут. Поэтому на самом деле, вот эта фритюрная обработка крылышек, немаринованных, вот это уже американский подход. То есть, вначале немаринованные крылышки обжариваются во фритюре практически до готовности. А потом они прогреваются в каком-то густом соусе. Вот вам американская идея. Вот пошли жариться крылышки. Причем я буду жарить в один раз крылышки одного типа. Сейчас я буду жарить только плечи, потому что они более массивные и требуют более длительной жарки. Сейчас я буду контролировать их и в нужный момент просто вытащу на какую-то подсобную емкость. Крылья влажные немножко. Да, вы знаете, что происходит, когда влага попадает в растительное масло, в горячее. Поэтому, когда я их панирую в крахмале, крахмал в себя забирает влагу немножко. И более того, он и корочку лучше дает. Хотя нам она здесь нужна, потому что все равно будет глазурь. Но не брызгает крылья. Вот там вообще не опасно, видите, когда крахмал. Так что крахмал здесь весьма нужен, я считаю. Все, вынимаю. Красавцы. Ну, красавец-то здесь на кухне, конечно, один. Это я. Кто скажет из вас, что я не красавец? Напишите, пожалуйста, кто считает, что я не красавец в комментариях. Я посчитаю, сколько у вас есть. Вторая часть крылышек, это уже те, которые вторые фаланги с двумя косточками. Пошли во фритюр. Ну вот. Крылышки сейчас уже, они на 90% готовы внутри. Если не на 92, вот серьезно. Ну что ж. Я, собственно, теперь могу, друзья, сделать еще одну штукенцию, связанную с приготовлением этого блюда, пока жарится вторая партия. Я сейчас, смотрите, друзья, сниму с апельсина цедру. Я доску помыл после крылышек. Немножко цедры срежу. И теперь удалю вот так вот белую часть, чтобы нарезать цедру меленько. Она мне пригодится для усиления аромата. И вот так вот нарежу цедру. Я ее сейчас буду рубить мелко. Она аромат. То есть у меня сейчас, как вы понимаете, будет апельсиновый сок. Но когда есть сок, надо всегда использовать и цедру цитрусовых. Ну и теперь прокатываю апельсин для лучшего извлечения сока. И сейчас выжму я сок. Выжимаю сок. Проверяю крылья. Все, можно. Смотрите. Посмотрите, какие хорошенькие. Вторая партия крыльев. Я масло уже выключаю. Ну вот, сок у меня есть. Вот половинка апельсина осталась лишняя. Мне вот этого стаканчика хватит. Но я ведь, знаете, там не могу очень четко себе все нарисовать. Я беру сковородку. Хорошенько начинаю ее нагревать. И совершенно смело и без сомнений выливаю сюда апельсиновый сок. Я буду его выпаривать, чтобы поднять концентрацию. И разумеется, для того, чтобы он быстрее загустевал, становился таким сиропообразным и вкусным, подчеркну его с сахарком. Небольшой щепоткой сахара. Маленькая азиатская история. Здесь будет связана с соевым соусом. Чуть-чуть соевого соуса. Он даст соль, потому что соль с сахаром является таким усилением вкуса. Поэтому важно. Вот, смотрите, максимальный нагрев, достаточно сильное испарение. Но как мне быть без этого? Потому что крылышки любят остринку. Смотрите, здесь будет сладкий. Здесь будет такой кисло-сладкий вкус. И он в некотором степени будет нивелировать остроту. Но она должна быть. Поэтому она здесь будет мягенькая и хорошая. Я вот так вот возьму не самую острую часть перца и его нарублю. И дам прямо в выпаривающиеся жидкости. Пусть он там работать начинает. А цедру нет. Цедра пойдет в конце. Перчик. И вот он пошел сюда. Вот так уж. Ну и, конечно, как же мне быть без этого, без чеснока? Рядышком чеснок. Но чеснок рановато. Чеснок я люблю положить попозже. Чтобы он не так сильно, так сказать, нивелировался температурой. Ну, сейчас какие-то умники скажут, а где у тебя имбирь? Как же без имбиря? Да можно без имбиря. У меня здесь имбирь как раз это есть апельсиновый сок. Вот это мой имбирь сегодня. И имбирь, если бы я взял имбирь, у него нет жидкости. Я не могу из него сделать глазурь. Поэтому апельсинового сока достаточно. Без всякого имбиря. И пока у меня делается глазурь, быстренькую историю из жизни вам расскажу. Есть у меня братан в Америке. Музыкант, композитор и просто хороший человек. И как-то мы с ним что-то там в магазины поехали в Штатах, в Нью-Джерси. И он говорит, давай зайдем. Тут вот есть ресторан. У них очень хорошие крылышки. Вкусные. Ну, давай зайдем. И он говорит, давай крылышки. И говорит, тут порция очень большая. Давай закажем сначала одну. Ну, тот еще еврей, как я. Мы сели за барную стойку. Там барменша вообще бегает. Все, она пошла на кухню, принесла нам наши крылья. Это была овальная тарелка. Там действительно было много крыльев. И в Америке всегда подают крылья. Вы не поверите, с чем. Я удивляюсь, зачем это надо. Обязательно блю чиз такой дрессинг. То есть, такой соус из голубого сыра. С голубой плесенью. Такая густая такая масса. Ну, соус. И у него воткнуты всегда стебли сельдерея. Почему-то в Америке считают, что крылья, как бы они не были приготовлены, надо есть вот с такой фигнё. Ну, когда там, допустим, какая-то азиатская тема. К чему там голубой сыр? Ну, сельдерей, ладно, соглашусь. Но неважно. Крылья были очень мягкие и переготовленные. Я бы с них просто губами можно было снять мякоть. И это было явно... Что-то не так у них пошло. Я, в общем, был недоволен. Я говорю этой барменше, ты позови шефа. Я хочу, чтобы он посмотрел, как я ем эти крылья, потому что так крылья нельзя готовить. Она уходит и говорит, он очень занят, он не может. А в это время в ресторане никого нет. Чем он может занять, я не знаю. Были бы там много людей, сидел бы там на кухне, много заказов. Там никого нет. Ну, думаю, ладно. Но крылья она у нас забрала. И в результате принесла совсем другие крылья. Которые соответствовали моим, так сказать, ожиданиям. На каком-то этапе к застойку выходит шеф. Такая наглая рожа, здоровая. И он мог бы убить меня одним своим пальцем, которые напоминали мне сардельки. И он вышел посмотреть, кто там такой умный. Он не собирался со мной беседовать, как-то извиняться, как-то... Он же понимал, что дал мне совсем другие крылья потом. Какие надо. Он нагло подошел к крану, налил себе какой-то там газированной воды. И начал так попил, немножко посмотрел и ушел. Он показал, значит, кто тут, значит, хозяин мне. Потому что вообще персоналу при гостях пить и есть нельзя. Это считается дурным тон. А он, значит, набил себе водички, попил, посмотрел так нагло и ушел. Ну, хрен-то с ним, но вот так вот бывает в общепите. Значит, я немножко здесь замедлил процесс выпаривания. Я его сейчас возобновляю. Уже здесь достаточно густо, еще чуть-чуть. Вот теперь я могу дать чеснок. Сейчас она снова заведется. И сейчас, как вы понимаете, я в этой глазури прогрею хорошенько крылышки. Глазурь уже густая, она так делает крылышки блестящими. Крахмал, который есть на крылышках, чуть-чуть сойдет. И мне еще глазурь дополнительно загустит. Надо это учитывать. Вот, смотрите, я теперь беру вот так вот, да? И вот так вот вываливаю крылья с салфетки. И начинаю греть. И немножко в эти вот разрезы тоже попадает глазурь. Вот они сейчас, так сказать, уже во время приготовления и промариновываются. Вот так теперь я могу дать часть цедры. Все, видите, глазурь уже вся на крыльях. Все, теперь можно выключать. И, допустим, выкладывать какую-нибудь мисочку. Ну, теперь, как вы понимаете, допустим, если это уже азиатская более-менее идея, то я их, конечно же, посыплю сейчас, например, кинзой. Можно кинзы было положить прямо в сковородку, чуть-чуть перемешать. Чтобы она намокла. Но я сделаю вот так, чтобы не закрывать крылышки. Я сделаю вот так, немного цедры наверх. Ну, и в азиатской традиции у меня есть жареный кунжут. А вот теперь, что я сделаю, друзья мои. Я аккуратненько возьму сейчас пинцетом крылышко. Вот так вот на доску. И вот теперь смотрите на ваших глазах. Кстати, кунжут очень хорошо сработал здесь на контрасте с апельсином. Очень здорово. Вот мне совершенно не стыдно за эти крылышки. Потому что я их приготовил быстро и по-честному. В отличие от того американского шефа, который, понимаете, пил газировку и нагло смотрел в мои чистые еврейские глаза. Так что, друзья мои, как всегда, берите рецепт, пользуйтесь им, пишите письма. Вечного вам аппетита! А я уже иду думать про новые рецепты. Ну, а вы подпишитесь, если не подписаны. Ставьте какой-нибудь хорошенький мне значок, который называется лайк. Ну, и вообще давайте друг друга любить, потому что этим мы будем продлять себе нашу жизнь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok